Всем привет! С вами Вячеслав Витик. Продолжается Grand Chess Tour. Сегодня у нас Blitz. После Rapid уверенно лидирует чемпион мира Magnus Carlsen. И в Blitz он тоже продолжает штамповать победы, но и не без поражений. Сегодня я вам покажу две партии чемпиона мира. На мой взгляд, довольно интересные и показательные. Итак, первая партия, в которой белыми фигурами играл Пентала Харикришна и черными Magnus Carlsen. Поехали! Д4, Д5, С4, Е6, КС3, СБ4, СД2, КФ6, КФ3, 2, 0, Е3, КБД7, АДЦ1, СЕ7. Да, ну понятно, Blitz, я думаю, соперники здесь не ставили перед собой глобальных целей и удивить дебютными новинками. Следует ход ФСЦ2, А6 и А4. А вот этот ход, на мой взгляд, не лучший. Черные играют С5 сразу по центру. У хода А4 есть минусы. Ну, во-первых, где-то ослабляется поле Б4. Во-вторых, все-таки потеря темпа и времени. И черные спокойно захватывают центр. Следует ход СД, ЕД, слон Е2 и Б6. И вот возникла позиция, где у черных небольшой перевес в центре. За счет пешек Д5, С5 следует ход 2-0, слон Б7, ладья Т1. И вот сложно в это поверить, но на самом деле движки считают, что эта позиция у черных уже попросту лучше. И на мой взгляд, это абсолютно справедливо. Первой линией идет ход Слон Д6, прикрывая важное поле Е5. Ну, и к тому же располагая Слона по диагонали Б8, Х2, где он стоит довольно-таки активно. И да, не совсем понятно, собственно, что делать Белым. С планом у них проблемы. У черных ясная простая игра. Где-то пойти ладья Е8. Может быть дальше поставить коня на форпост на поле Е4. Вот, то есть ясная, понятная игра с дальнейшей игрой на Белого Короля. Последовал ход в партии... Да, Магнус вместо Слон Д6 сыграл ладья Е8. Следует ход Конь Е5, ладья С8, слон Ф3, слон Д6, Конь Д7 ФС, Д7, ДС, БС. Возникает позиция с изолированными пешками у черных, но у них активная фигурная игра. И эта позиция, видимо, уже с перевесом у черных. Следует ход Слон Е1 и Д4. Да, конкретное решение, обоснованное тактическими мотивами. Следует ход Слон Б7, ФС, Б7, Е, Д. И вот, собственно, что придумал Магнус. Он играет ФС... Да, он играет ФС Б8. Дело в том, что... Ладья Е1 здесь ход пока еще невозможен. На ладья Е1 черные сыграют С, Д. Казалось бы, они выиграют фигуру и получают две фигуры за ладью. Но здесь есть ход ФС Д3. Слон на Д6 провисает. И это позиция с перевесом у белых. Поэтому Магнус играет довольно-таки хитро. Он сначала играет ФС Б8. Следует ход Д5. Тоже весьма спорное решение. Но вот здесь уже угроза ладья Е1. Она действительно серьезная. После ладья Е1 С, Д. Слон уже на Д6 защищен. Но движки советуют также ход Ж3. И после ладья Е1, ладья Е1 С, Д. Возникает интересная позиция. Но, на мой взгляд, это было сильнее, нежели то, что сделал Хари Кришна в партии. Но, скажем, после ФС Д3, ДЦ, на мой взгляд, белые имеют все шансы удержать эту позицию. Да, но вернемся к партии. В партии был сделан ход Д5. Следует ход С, Д2 шаг. Король Ф1. Слон Е5. Возможно, было еще так же темповое слон Ф4, нападая на ладью С1. Но слон Е5 тоже хорошо. Магнус делает перестановку фигур. Слон идет на Д4. Афио стремится на поле Х2 с дальнейшими крайне неприятными угрозами. Следует ход ладья С, Д1, Х6. Тоже, возможно, не сильнейшее решение. Но ход из серии профилактика. Движки советуют конь Ж4 и считают эту позицию, и считают перевязь черных близких решающим. Да, но в партии был сделан ход Х6, ладья Ж3. И вот тут очень интересный и классный момент. Дело в том, что здесь в распоряжении Магнуса Калсона была красивая жертва Ферзя. Это ход Ферзь бьет Ж3. Согласитесь, очень эффектно. На ФЖ мы ходим конь Ж4. Грозит банально конь Х2 мат. Король белых в большой беде. Ну и здесь чуть ли не единственная слон Ф2. Ну и, скажем, после слона Ф2 Ферзь Б1. Ну или Ферзь С1. Слон Д4, конь Е2, конь Е3, шаг. Король Ж1, слон Б2. Можно и там и конь Д1 было убить, но слон Б2, наверное, сильнейшее. Ферзь Б2, конь Д1. Ферзь Д2, конь Е3. Здесь оценка не вызывает сомнений. Ученых просто абсолютно выиграна. Проходная С, две ладьи. Песка на Д5 в скором времени упадет. Ну, просто техническая позиция. Я думаю, что Магнус здесь бы не испытал никаких проблем. И дело в том, что позиция Магнуса оставалась выигранной. Вот он сыграл ладья ЦД8. Просто банально нападая на пешку Д5. Последовал ход слон Д2, король Х8. Слон Ц1, ФСЕ5. Ясно, что позиция белых безнадежная. Тем более в блиц держать ее, наверное, нереально. Но смотрите, с какими трудностями столкнулся Магнус Каусон. Следует ход ФСД2, слон Ц3, ладья Ц3, конь Е4. Здесь еще черные выигрывают качество. Это вилка. Следует ход ФСД3, конь Ц3, БЦ. Ц4, ФСФ3, ФСЕ4. Да, ФСЕ4, возможно, не сильнейшая. И здесь вот неожиданно возникают проблемы. Слон А3, Д6. Пешка очень опасная. Ладья Д7, Ладья Д4, король Ж8, Ладья Ц4, Ф6, Ладья Ц6, Ладья А5, Ладья Ц7, Ладья Д8 и Ц4. И, пожалуй, ход Ц4, наверное, серьезная ошибка. Хотя позиция носит такой характер, что белые при правильной игре, скорее всего, должны сделать ничью. Ну, как вариант, можно предложить ход Король Е2. Там, ну, скажем, на Ладья А4 можно пойти слон Ц5, на Ладья Ц4, король Д3. И здесь, после Ладья Ц5, Ладья Ц5, Ладья Д6. Да, у черных лишняя пешка, но все-таки на фланге 3 против 2. Ну, и такое, как правило, держится. Скорее всего, белые объективно должны сделать здесь ничью. То есть, видите, в принципе, эпизод с ходом ФСЖ3, он носит действительно важный принципиальный характер. Так как в дальнейшем Магнус Крауссен мог упустить победу. Хотя, повторюсь, конечно, и после хода, сделанного в партии, при точной игре, он должен был выигрывать без всяких проблем. Но давайте досмотрим, чем все закончилось. Д6, Ладья Д7. Да, здесь вот Ц4 последовал ход. Ну, и здесь все-таки черные успевают подтянуть Короля, что очень важно. И не дать вот пешке Ц дойти до поля Ц6. Ц5, Ладья А3, уже лишняя Ладья. Да, ну и здесь вот, в принципе, черным пришлось отдать Ладью. А5, король Д4, король Д5. Шаг. И пришлось отдавать Ладью. Да, но здесь Ладья заходит по второй. Ну, и в дальнейшем, не без проблем, конечно, но все-таки Магнус Крауссен довел эту партию до победы. Да, здесь все-таки король отрезан, и это главная беда черных, главная беда белых. Да, ну вот здесь уже все понятно. Король прошел, ну и в дальнейшем пешка просто проскочит, и черные выиграют партию. Да, вот такая вот партия. Вообще, когда я ее смотрел изначально, без анализа, мне казалось, как все просто. Буквально с дебюта Магнус Крауссен создал сопернику проблемы и уверенно довел партию до победы. Но, как вы понимаете, в анализе все несколько сложнее. Но все равно легкость, с которой Магнус Крауссен, ну, по сути, с дебюта перехватывает инициативу, на мой взгляд, она действительно поражает. Магнус Крауссен в отличной форме и заслуженно пока лидирует. Ну, а теперь я покажу партию, в которой Магнусу Крауссену нанесли поражение. Это партия, в которой белыми фигурами играл Динь Лежень. Давайте мы со стороны Диня и будем смотреть. Итак, белыми фигурами играет Магнус Крауссен, черными Динь Лежень. И поехали. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6. У нас на доске испанская партия. Да, вот С6, ДЦ так играли еще, я не знаю, наверное, в годы 40-50-е. Но, на мой взгляд, ну, такая игра, она, скорее всего, не дает объективной перевеса. Все-таки белые тратят темп. Расположение коня на Ф6, но оно вряд ли в минус черным. Д3, конь Д7, да, вот конь с Д7 защищает пешку. Ну, и вот возникла, в принципе, типичная структура. Магнус Крауссен объективно получил получше. Ф3, Фиаси Ф2. Здесь, кстати, можно было пытаться сразу вскрыть игру и атаковать короля. Пойти Ж3, дальше потом пойти Ф4. Расширяя диагональ для слона. Да, ясно, что позиция белых все-таки с перевесом. Но Магнус сыграл более спокойно. И, видимо, его это где-то и погубило. Последовал ход король Д7 и вот Ф4. Да, но вот Ф4, насколько я понимаю, все-таки связано где-то с просчетом. После Ф4 следует ход Конь Ф4, Ладья Ф4, Е, Ф и Конь Ж4. Но дело в том, что здесь черные держатся, играют Ж5. Ну, как держатся, да, они по сути отбивают атаку. Ж5, ФС А6, ФС Е6, Конь Ф6 шаг. Да, были и другие продолжения, но двигаемся. ФС Ж5, Ф3. Здесь неожиданно король белых в беде. Ладья Ф1, Ладья Ж8. Взяли, взяли. Ферзь Е5. Ферзь Е5, наверное, уже серьезная ошибка. Можно было сыграть Ферзь Е4 после Ладья Ж2, Король Х1. Ну, по крайней мере, в анализе движок дает, да, перевес черным. Но считает, что у белых есть все шансы соскочить. Там в каких-то вариантах получается, при размене Ферзей, получается окончание Ладья Слон против Ладьи. Да, там перевес у черных, но все далеко не так просто. Ну, а после Ферзь Е5, Магнус, по сути, сразу проигрывает. Ладья Ж2, Шах, Король Х1, Ферзь Ж4. Уже грозят всевозможные отскоки. Ну, а после АС4 следует ход Слон С6. Тоже ход на всякий случай. Важное поле для Короля, чтобы не было никаких шахов. Ну, и после Ферзь Е4 следует Ладья С2. Грозит Ферзь Ж2 мат. Ну, а после Ладья Ж1, вновь Ладья Ж2. Ферзь Е3. Да, но угроз слишком много. После Ферзь Е3, просто Ферзь Ж3. Ну, и здесь грозит Ферзь Х2, Ферзь Х3. Понятно, что после Ладья Ж2, Ферзь Ж2, это тоже на доске мат. Да, вот по этой партии, что можно сказать, точнее предположить. Мне кажется, Магнуса в какой-то момент немножко не туда понесло. Всё-таки та уверенность, с которой он обыгрывает своих соперников, в том числе и в этом турнире, порой играет с ним злую шутку. Здесь ход Ф4, наверное, это действительно был просчёт. Ну, или чрезмерная вера в свои силы. Да, здесь всё-таки День Леджей отбился. И да, Магнус где-то мог сыграть сильнее. Но в итоге, как мы видим, нарвался на очень мощную контратаку. Допустил ошибку. И заслуженно проиграл. Да, вот такие вот две партии. Да, Блиц. Всё-таки здесь надо делать, конечно, небольшие поправки. А в Блице зачастую многие решения принимаются интуитивно. Но, на мой взгляд, очень классные обе партии. Будем продолжать смотреть, чем всё закончится. Пока Магнус в огне. Я надеюсь, вам понравились данные партии. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.